Как спорт поднятие тяжестей не нова, В истории народов и держав. Вы помните, как некий грех... Знаменитая песня о штангисте Владимира Высоцкого написана в 1971 году. Это время принято считать апогеем спортивного противостояния СССР и США. Победа над противником, превосходящим в разы русского Ивана, главный мотиватор стремительного развития в стране сразу нескольких видов спорта, в том числе пауэрлифтинга. Пауэрлифтинг зародился на рубеже 40-х-50-х годов XX века в США. Основные его элементы были взяты из тяжелой атлетики. В ноябре 1972 года была создана Международная федерация пауэрлифтинга. Уже в 1973-м был проведен первый официальный чемпионат мира. В СССР официально пауэрлифтинг долгое время не признавали. Он был частью атлетической гимнастики или атлетизма. Стоит только сделать что-то запретное, как оно начинает, наоборот, развиваться, прогрессировать. Большие объемы человеческих мускулатур и так далее, это все было считалось буржуатным проявлением и было под запретом. И чем больше запретов, тем больше рождалось подпольных клубов, где все это делалось, развивалось и так далее. В 1988 году Федерация атлетизма СССР провела первый кубок страны по силовому троеборью в Тюмени. О том чемпионате ветеранам спорта сейчас напоминает железный значок и вымпел. Ну и решили проводить в Тюмени. В Тюмени, причем во дворце геолог, где вот это, к сожалению, был один помост только. В один помост проводили. У нас самый пик был, когда в подвале было человек, наверное, 400, я думаю, где-то так. Там, ну вот, они крутились группы с утра до вечера, считай, по 30 человек. Мы проводили соревнования по силе, тоже там, по листам, жим и приседания там и прочее. Комсомол всегда нас поддерживал. Горком комсомола всегда там все, ну все ситари, ребята я всех до сих пор знаю. Федерация силового троеборья России как самостоятельная организация была создана в сентябре 1990-го. Этот год вошел в историю мирового пауэрлифтинга дебютом советских атлетов на мужском чемпионате мира, а также стал насыщенным по количеству соревнований, в которых приняли участие наши спортсмены. На тот момент важным шагом в истории пауэрлифтинга стали постоянные встречи атлетов СССР, Европы и США. Нам потребовалось буквально три года для того, чтобы мы вышли на мировой уровень. И с тех пор больше никому ничего не уступали, редко очень уступали. Американцы восторгались нашими результатами сразу. Мы провели очень много матчевых встреч с Америкой в тех вот 90-х годах. Когда приезжал человек и приседал 40 килограмм, чтобы было нам ну просто не дано, потому что, во-первых, мы не работали с такими весами никогда, у нас не было комбинезонов, не было приспособлений. Они это делали, улыбаясь. И когда вот это действительно, когда выходит человек в окружении 5-6 ассистентов, это все на криках, на эмоциях, это было красиво, это заводило страшно. Но мы-то к этому стремились, поэтому мы учились, мы восхищались, мы учились. В экипировку пауэрлифтинга входят бинты на колени и запястья, майка для жима лежа, майка для приседаний и становой тяги, комбинезон для приседания, комбинезон для становой тяги. Подсмеиваться еще 10 лет назад, может даже чуть поменьше, когда огромные статьи во всех ведущих газетах Америки писали и показали это видеозаписи, фотографии, вот и наши все подвальные дела, показывали, на чем мы тренируемся, на каких железных дисках, ржавых грифов и так далее. И восторгаются, откуда русские могут так вот находить все это и такие условия и побеждать. Вот это было да. Известный тренер Михаил Кудрявцев познакомился со штангой еще в седьмом классе. Он смастерил ее самостоятельно при помощи катков от трактора. В основном выступали с тяжелоатлетическим образом, то есть пояс тяжелой атлетики такой. Здесь пошире, здесь прядышечка поуже, а это же все связано с движением, то есть если штангист будет полностью широким поясом, и он просто в глубокий сез, не сесть, не даст. А у нас нет этого сеза. Мы просто банально шили из широких частей штангистского пояса, благо их было много, вырезали. И нам, как мы его звали, Миша Армянин, сделал из них все широкие с самодельными пряжками. На сегодняшний день силовое троеборье включает в себя три соревновательных движения. Жим штанги лежа на скамье, приседания со штангой на плечах, тяга штанги с пола. По регламенту соревнований на каждое движение дается три попытки. Спортсмены выступают в весовых категориях. Победитель определяется суммой всех трех упражнений. Техника изменилась, и методики тренировок изменились, и форма сильно изменилась. В то время мы начинали без экипировки. Сейчас в Федерации ФПР приняли нормативы по безэкипировочному пауэрлифтингу. Безэкипировочный пауэрлифтинг подразумевает выполнение упражнений без специальной спортивной формы, которая помогает поднять более тяжелый вес за счет качества ткани. Порой правильный подбор формы обеспечивает подъем до 40-60 дополнительных килограммов. Многие считают данный вид пауэрлифтинга более честным. Женский пауэрлифтинг, набирающий популярность вид спорта. Тренировки нацелены не на наращивание массы, а на проработку мышц с целью увеличения их силы. Дело в том, что наш вид спорта позволяет построить красивую фигуру. Для женщины это важно, чтобы была красивая фигура. Но если говорить о женском здоровье, то наш вид спорта – один из самых безобидных видов именно для деталодных функций. Обладательницы подтянутого тела отдают должное в первую очередь работе профессионального тренера. Именно он готовит участников на выход в профессиональный спорт, вдохновляет и поддерживает интерес. Я считаю, что тренер занимает первое место в моей спортивной карьере, потому что благодаря ему я достигаю нужных мне результатов. Все соревнования – это радость, счастье, праздник. Это ты долго готовишься к ним, подводишься. И вот настал тот момент, когда ты выходишь и показываешь все, к чему ты готовился достаточно долго. Ну, последние мои самые запоминающие соревнования были – это УРФО в Таркасале, там, где я наконец-таки выполнила мастера спорта. Тренеры убеждены, что в пауэрлифтинге нет ни одного некрасивого движения. Если технически все выполнено верно, спортсмен выглядит так, как будто ему очень легко поднимать тяжелые веса. В ближайшей перспективе Федерация пауэрлифтинга должна привести в порядок свои внутренние ресурсы. Это документы обороты, это создать и вести в действие положения, которые будут регламентировать и награждения, и участие в соревнованиях, и выезды на международные старты спортсменов, которые попадают в сборную России. Федерация пауэрлифтинга Это попадание в олимпийскую семью. Для того, чтобы попасть в олимпийскую семью, надо провести огромную работу, огромный труд и как минимум стать на одну ступеньку с федерациями, которые сегодня уже входят в олимпийскую семью. Сегодня, когда российское олимпийское движение переживает трудности, именно железный спорт, пауэрлифтинг, может усилить позиции наших спортсменов на мировой арене. Принести новые награды и медали в копилку России.